Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Два гелика пошло И Старпорт Касс делает Оп, сразу же орбиталка Чётко, быстро Рипером Касс вперёд полетел Понял, что ему ничего не бежит Похоже Не получается расконтролить собак Дроном охренел Касс сейчас минус снёт дроном Касс контролит как бешеный просто Никнейм Касса бешеный В данном случае Ещё и не даёт хату Касс, давай, триплих А ведь могло всё кончиться, что и этого Покрошил бы и дрона, покрошил бы Всех бы покрошил Немножечко и не хватило, Касс дрона не фокуснул А сам лёт фокуснул бы дрона, можно бы И погибать бы было риперу Но не фокуснул, а тут какой-то сверх ранний лейер Ещё у пингвина, что самое интересное И по-рабочему Касса обогнал Халявит как дьявол Витя, а что это за пингвин-то вообще? Чуть не понял Есть пингвин какой-то с этим, я помню раньше был С флагом Да, вот он здесь со швейцарским флагом Пингвин, а есть корейский пингвин Чай подправил, сюда надо Выпить Промокнут Промокнут всё На штаны упадёт Подумают люди, что я описался Если увидят Но они не увидели в любом случае Так, ну что же Так, диггер Он уже копатель Диггер и копатель Вообще как бы Друг к другу отношения не имеют никакого Посмотрите, ребят, что происходит Инфестейшн, Нидус и Хасты Со стороны Пингвина А у Касса просто Три королевы и один линк просто юнитом А у Касса два гелика Прилетели Касс Просто жгут Просто выжигают И третья падает Но это похоже очень сильно на гг На самом деле на 1-0 в пользу Михаила Ладно, вру Михаила Ладно, не буду ничего вообще говорить Тут локус, смотрите, один обнаглевший Жгёт что-то Королева ещё одна падает Посмотрите, на потери просто Два раза больше у пингвина потерь Кассу надо загрузить Здесь сейчас Колбатов загрузил Уж точно победил Да уже Касса так победил Здесь Либератор ещё просто фарширует дронов Реально здесь, смотрите, их сколько много А он их фарширует по-одному просто Бах! 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 26 потери Но через Колбатов переселяются Не надо. 31 дрон Нидус! Вот это царский Нидус! Ну хоть-э-э В Москве не бывал, красоты не видал С фармхосты подумали, ну, наверное Пришли, посмотрели, что здесь творится Ну и все, пора погибать, короче Данила Бодров здесь не поможет, короче Хотя, смотрите-ка, тут еще и рабочих наразваливал касса Ну, вполне достаточно много юнитов у касса Здесь Либератор, плюс хуй Надо идти мейн убивать кассу Че он ждет-то, пошел мейн Нидус пилить, чтоб сюда-назад не пришло ничего, блин Так, Либератор летит, Либератор раскладывает Сейчас даст один залп Пиу, минус королева, минус Нидус Либератор, рабочих крош Не, ну хосты напрягают, но они, понимаете, они дэмоджа стабильного не имеют Вот, и поэтому они не победят в этой игре, к сожалению, для Пингвина Так, опять Сюда они как-то кдшатся Он там че, проплатил кому-то Такое ощущение, что в два раза быстрее кдшатся Эй, пингвин еще тут касса и понапрягал, не слабо, я смотрю, хостами-то своим Меша подписался на премиум Так, спасибо всем за премиум и за все дела Так, ну все Собак не осталось Восемь хостов, они терпят, их жгут гелики, они жгут приплода Вот этих локстусов, Либератор куда-то не туда разложен, надо перераскладывать его пытаться Все-таки хосты здесь начинают напрягать Сейчас еще здесь, на ццехе Ой, пять закдешились, рабочих уводи, сейчас всех раскрою Локусты все заплюют здесь, нафиг Там уже база падает, сейчас еще касс в размен здесь победит, по ходу дела Дроны, а нет, 300 есть, можно даже, можно даже хату заказать Надо сжечь, пока они хоть одного сжечь, как бы и то хорошо Хоть что-то сжечь Дронов бери, касс, бери, дронов зажимай, их, слушай, дронами не грызешь Гэ, гэ, пишет пингвин Блин, вот эта игра веселая получилась, эти Карта такая, вам должен сказать Вторую ждем Сейчас мы Так Так Так, запилю сразу единичку, чтобы не сворачиваться Так 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 Ну всё, поехали, ребят. Тут долго, минуты две пингвин этими лок с вармхостами напрягал касса, блин. Опа, ещё правильно проставился, отлично. Касс пингвин, вторая карта, поехали. Так, пильну рекламу, ребят. Помните про блоки, про поддержку различную там. Либо по реквизитам, либо через PR, если так хотите. Либо премиумы подписывайтесь там или что-то ещё. Ну, от блоки по возможности. Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что, вторая карта. Это мешанчик против пингвина. Пингвин тут с вармхостами первую игру. Вот, кстати, у него макроэкономика была просто великолепного пингвина. То есть у него лейр халявный, вообще рано. У него рабочих больше было. Если бы он какой-то простой билд играл, мне кажется. Там гидролинга-беллинги те же с грайдами. Лучше бы зашёл, почему-то у меня такое ощущение складывается. Но может он особо не любит. Так, пингвин и такой игрок. Он вроде давно есть, но... Ну, не сильный, грубо говоря. Он пулу-менеджер что ли какой-то, я не знаю. Так, рипер, газбарак, рипер, цешечка факта. Здесь 17-я хата, газкул, как и в предыдущей карте. Жрёт камень, пингвин, пока время есть с собаками, пока рипер не пролетёл. Вот рипер прилетел, сразу собаки туда за ним побежали. Каз стреляет активно, тут по рабочим. На мэйне королева готова, пингвина инъекции не кидает. Вот топ сейчас кинул и здесь кинул. Ну, минус дрон получится. А не, не смотрите, только спорку, ну дел заказ заказать. Дрона не подстрелил всё-таки. Дрона всё-таки не подстрелил. А тут лэйр. Тут лэйр пошёл. С двух баз в этот раз лэйр. Видите, а третью вчера, в прошлой карте, после лэйра ставил или нет? Я что-то уже доштормал. По-моему, возможно, вот сейчас как бы. То есть он третью ставил, лэйр, а как, по-моему, раньше он поставил. Но практически одновременно заказал лэйр. Так, как понимать, Бо-2. Или 1, или Трик, может быть, если счёт 1-1. Маги с 83 на СК-2 спрашивают. Ну, я добавил в описание СК-2 ТВ под плеером. Там есть ссылка на турнир. Сетка, поэтому можно посмотреть, понятнее. Я думаю, добродишек. Вот. Это групповая стадия, поэтому тут. Кто выйдет из 6-ти, 3 человека решится по очкам. Поэтому вполне допустимо здесь Бо-2. Так. Гелико-4 едет к риперу сюда. Тут турецка, блин. Шпиль пошёл. Шпиль вот против этого здания. Турецки помогут. Докасу, но... Может быть, он вообще сейчас рабочих повыпиливает здесь и победит сразу. Линга-4 всего. Сейчас понял, что халява как-то 4 линга. Что он ездит под королеву? Уедь ты вот сюда просто. Дай им бой где-нибудь на рампе или подальше от королевы, чтобы они не тыкали своими этими руками, ветвями. Так. Совер там минус. Я смотрю. Так, 5 геликов. Касса тут и ездит рядом. Шпиль почти готов. Касса, кстати, био стиль-то. Био. Против мута это лучше. Я думаю, будет реактор под ещё барак. Правда, бараки странно расположены будут слабой. Один здесь в рампе с реактором, один здесь рядом с реактором. И Старпур. Ну, хотя, с другой стороны, друг другу не мешают. Палил на кэш-пистенке, когда стоит реактор. Там это всё дело. Но, с другой стороны, кто столько же хп, у него столько депохи. Если взрывать будут, если уж тут будут пингвины улынить как-то, то тогда так и так. То есть придётся тяжело. Так, викинг, касса тут шатает. Опа! Муту касс заметил. Касс сейчас отстолку дало. Викинг, муфит, второго овера. Зашатать! Того-то добей! Ты чё, касс сейчас ни одного не добьёт их. Не добил овера одного, короче. Повезло пингвину. Так бы два бы, касс минуснул. Гелики уезжают домой. Туретки уже стоят. На мэне, в минеральной линии. На второй минеральной линии. На продакшене касс туретку строят. Тоже ещё одну. Ну, в принципе, к мути готов, что называется. Ох, депошечка жирная какая здесь стоит. Приоритетная цель вообще. Из зданий этих, по-моему, всё. Реактор, до депока. Так, в это время касс геликами. Заехал на вторую. Собак, тут, что-то жёг некоторое время. Ну, шесть дронов всё равно. Сжёг, сорок один, сорок девять. Порабочим, третья тут в кармане. К этому пингвину странная база. Дрейды только на муту делают. Сейчас два эволюцию добавляю. Рука справа тоже одна инженерка всего. Жёсткий характер, герки, тыща. Здорово, Кейрыч, ещё раз. Дроп полетел у восемь мариков с трон касса. Они со стимом, кстати говоря, все. Что здесь есть? Собак. Ну, если бы они прям под ропом были, этим количеством можно было подбить. Но они где-то вдалеке там находятся. Касс медленно даже буст не юзает. Просто прилетает такой. И прям главное под рабочую дропнуть. Касс как боится-то. Прям испугался собак, убить бы мог их всех. Но не убил. К сожалению. И дроп в итоге муталис. Смотрите, какой пингвина стиль. Это олскульный стиль, между прочим. Масс мута с грейдами шпиля, раньше милишных даже. Вот 9 муталиска в 4х строятся. И милишные делают с трех бас. То есть это мута и линга-беллинги. И на муту грейди очень большие будут. Так, тара инженерка армари у касса делается. Так, ну шо тут. Блять, сходили, не? Ну что, у тебя лапы-то сухие. Так, ну шо тут. Так, ну шо, 2 дробчика полетело. 2-2 заказывает пингвин уже. Вторая на мутку атака. У кассы 2-ая атака тоже делается. Минус 20 лимита. Главное, смотрите, у кассы все равно десятку больше. Просто было 150 на 120. Просто возьми все вперед. Пойди, блин. 4 медивака. Мариков тут кишмя кишит. Нет, касс летит просто через все. Через муту. Короче, мута делает минус все медиваки. Пингвин грамотно. Сейчас, кстати, на минке зашел. Вот было бы здесь 4. Минус с половиной муталисков сразу было. Потому что сплэш был достаточно... То есть здесь 2 погибло, остальные, видите, сколько задэмоджились. Вот если бы мне на 4 было бы, погибли бы вот эти все, что задэмоджились бы. А может даже больше, потому что как бы 4 сразу забирал. И сплэш, возможно, ну там лучше бы лег бы даже. Так, касс обходит там хитракт вокруг третьих. Пингвин 13 бэйнов делает. Пока тушки есть, пока... А, у него 13 есть. 13 есть и 13 делаются. Прям несчастливый пингвин какой-то. Всего по 13 везде. Так. Копались минки. Ну так, сейчас, кстати, часть бэйлингов значительная. Погибла, между прочим. Снизу марики еще есть муталисков, они выпили. Все, бэйнов-то нет, че касс боитесь-то? Есть мут про уже 20 штук с лишним. Минка зал тут по марикам тоже делает неплохой. Но пингвин отбивается. Пингвина уже по лимиту больше стало, блин. Игры Д2, 2, 4 база. Еще пунхай бы делал вообще, чтобы там ультрук какой-нибудь уходить был бы молодцом. Но он не делает его. А у касса один медивак, который сейчас погибнет. У него 0 останется, конечно же, медиваков. Это печально. У касса часто медиваков маловато. По лимиту касс, вот как только, короче, он не контролит в атаке, он по лимиту сразу вырывается просто вперед. То есть, ну, в плане макро касс как обычно, как бы. Ну, вот в плане контроля что-то, блин, реально как бы не хватает какие-то моменты. Идет вперед, 2 медивака, есть 2 еще. Будет третья атака пошла, 2-2 у пингвина уже есть. И вторая атака на муту. У кассы еще 2-1 только грейды, сейчас 2-2 будут. Хайф пошел. Вот сейчас их касс хайла дождется, будет, конечно, опасно, очень опасно. Есть один тор, но грейды в инженерке, это в арморечке, не для кассы. Он делает только минком быструю закупку. Да здесь просто торов добавить, либо либераторов по воздуху, я не знаю. Просто несколько либераторов запилить, они эту муту просто разнесут вообще в хлам. Штучек, блин, 6 просто в микс. С маленьком, и все. Хорошо, минка зарядила так. Ну, одна у мута леска все убила. Но сплэшем прилетела, остальным там один вообще еле живой. Я думал, он погибнет, но не, не погибся. То ли сплэш не попал, то ли хп у него все-таки побольше было, чем 40. Так, двойной. Вот, первый дроп, который долетел, который смог вообще что-то сделать. Кстати, рабочий касс тут убивал нормальный, мутно убивал. Если бы еще касс при этом всем вот здесь вот не стоял бы в куче в этой, а шел бы вперед, было бы вообще замечательно. Вот это залп минок был, вы видели? Гэ пишет, пингвин. Сейчас минки все решили. Ну что же, касс 2-0, и правильно, но чтобы с группы выйти, надо разваливать. По 2-0 лучше. Кудэ, кудэ, лбер. Ху, не знаю, как и такой. Ну-ка, слим дальше будет играть. Куча касса будут смотреть просто, и все. Так, вот, добавил касс. Привет, беги, лоу. Зерги должны быть крепче. Тут не знаю, кто крепче. Добавил касса будет играть. Порося. Всё. Порося. 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 Продолжение следует... Так, Старкиллер здесь. Касс Кудлбир. Сейчас будем врываться мы. Вот он, ГМЛ, Райвл Кудлбир. Не знаю, кто это, короче, ребят. Ну, американец какой-то, похоже. Да, американский тиран. Крич, ТВТ сейчас у касса. Крич, ТВТ. 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 Что-то там залилось, всё что ли, не понимаю, чай не хочет течь. Так, zz-cord. Ну что, а куда? Опа. Походу, откуда убираешь только первую карту, что ли, они играют, я не понял. Здорово, терабайт. Здорово, узбенреллил. В целом норм, я тебе скажу. А частями, ну не везде норм, а где-то даже лучше, чем норм, хорошо. Вот так вот. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ладно, будем ждать, короче, что делать-то вообще. Спасибо. Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok 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 Так, нет, твою игру я комментить не буду. Короче, ребят, ждем, короче, по оппоненту касса, ибо как можно одну игру, ну можно по авторграфу по-разному, бывает просто долго реально в этот раз как-то играли, вот так и получилось. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так... Ребят, не знаю, не хочу никуда идти, потому что иначе как бы, иначе просто проморгаем игру на следующую... А вот, все, наконец-то, куда убер, доиграли, наконец-то, все, сейчас начнется, пацаны, отлично. Я пока подлип-то почитал чуть-чуть. Вот. Вот. Ну, сегодня эта группа, там еще один турнир, конечно, есть от Бэйстрейд ТВ, Карс Аркап, кстати, интересная там матч, но... Я решил за Мишанчиком последить, а там уже по обстоятельствам, если не кончится он и если у меня будет время, то постремлю, наверное, вообще... Ну, скорее всего, не буду я этого делать, потому что... Дела сегодня есть, короче... ... breк... ... ... ... ... ... Продолжение следует... 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 То есть, им и вторую игру надо ждать, я чуть не понимаю. Надеюсь, что нет. Так, раз 2-0 победил в первом туре. А, они на евро там играют. Так, давайте в сетевушку сыграем тиранчиком еще на американском сервере. Каз, говорит, уже пикают карты. Ну ладно, отлично. Тогда никуда не иду я вообще. Каз против Кудлбира будет сейчас играть. Опа! Ну все, проиграю кассу, значит все-таки сейчас будем смотреть мы игру. А то я же думал, мы никогда ничего не посмотрим, как долго здесь все происходит. Счет 0-0 пока что. Все здесь вроде как. Фу! Сейчас все начнется. Сейчас все начнется. Фу! Сейчас все начнется. так инвестор спрашиваю я думаю могут они просто если полгода играть будут то третьего тура придется ждать вообще жестко долго старт или должен с нам шаром играть пингвин с канином как бы окажется придется ждать тогда все и желаю и Продолжение следует... 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 Играет музыка Играет музыка Играет музыка Как-то устроить сам. Я не знаю, что ты за слова Мороза с ПБ говоришь, а дестабилизаторов достаточно часто используют. Какой юнит, я не понимаю, какой ты там юнит говоришь. Минус рипер, касс прилетел просто на мувис. Вот так, здесь маленький циклон присутствует в наличии у касса. Бомбят гранат, но не разбомбить на самом деле здесь нифига. ЦЦФ у касса вынужден... О, кассу ЦЦФу оказывается еще отменили. Ключи ЦЦФа позже теперь будет. Ну рабочих все равно у касса больше. Рабочих все равно у касса больше. Я думаю, что Локалды будет лидером по этому параметру, ребят. Сейчас я... Ну секундочку, переодену ковку, что окно приоткручишь, мне сон начало рубить. Чай, вроде, попью. Ну что, вроде не... А, я поел. Поел и меня срубило сразу. Кладону весело! Кладону весело! Бегом, марш! Пристройка завершена. Вооружен и опасен! Так, четыре реперка. Стоит здесь около рампы, ребята. Два барака делаются. Плюсом. А нет, плюсом один барак, два работают. Медивак. Почему-то без реактора, да, почему? Вообще, у касса больше лимитов, чем оппоненты его. Как бы, у него все нормально. Здесь третьи цехи тоже, например, нет. Тоже бараки, тоже тот же стимпад. Как бы, все стандартно, все одинаково. Пытается, буду здесь вот реперами залететь. Чуться, в трех заминусовало. Куда он летит-то? Все, сгорел до того, как долетел. Еще одного касса. Минута, вон, полетел. Тушка полетела наверх. Ну что, два танка, циклон, марики у касса. Здесь тоже танчик есть в наличии, кстати говоря. Касс, куда ты едешь? Касс сразу зал получил. Ай-яй-яй, как неприятно, ребята. Ну-ка, все равно победишь, самое интересное. Потому что Кудлбир затупил здесь немножечко. Надо пытаться уйти, но ушел. Касс здесь еле-еле ушел. Циклона одного забрал. Оппоненту еще. Надо сварить, надо щиты делать. Один-один сейчас доделается вообще. Так, четыре барика строятся у нас, я смотрю. Активно. Прям таки. Один-один у касса армали. Здесь по грейдам явное отставание наблюдается. А вот касса, кстати, шатает, летает. Давайте потери глянем. Тринадцать рабочих касс суммарно убил. Кстати, на мэне, да, Кудлбир, он наубивал. Я тут уже, потому что ходил. Снял кухню. Жаркую. Переодел окно, открыл, проморгал этот вылет. Ну и здесь пошел опять выход. Тут марики, вообще щиты доделаются. М1-1 есть, армори дома есть. Да, 2-2 заказывать кассу. На атаку хватило, на броню пока не хватило. Так, Кудлбир, ты тут встал такой, типа? А что он тут встал-то? Надо кассу быстрее лететь. Касс старается побыстрее полететь. Просто из одного медивака ничего не вылезло даже. Ну, в любом случае, каждый что-то убьет. А что он убьет? Ну, убил несколько юнитов, несколько мариков, несколько рабочих. Убился 2-84. Не сказать, что в плюс этот дроп был. Ну и не сильно, в минус. В итоге у Кудлбир, а все дома. Он зажат просто здесь. И сейчас Касс опять под вторую базу приходит. Танки засиджены там под второй базой. Кудлбир летит прямо на танки. Так здесь зато марики на второй. Смотрите, как наваливаются. Рабочие падают. На мэйна опять там врыв какой-то происходит. А что на мэйне-то, кстати? Тут цехлон есть, только... О, там танк есть, кстати говоря, у Кудлбир. Там 2 танка у Кудлбир. Надо сваливать нафиг отсюда. Здесь, может, третья цеха халявная стоит. Можно убивать просто ее спокойно. Продолжение следует... Не может Касс здесь дроп тройного поймать. А вот прилетел. Его дроп назад и... Только дроп... Только дропом можно дроп перехватить. По принципу Касс действует. Ну, Касса 2-2. Там 1-1. Блин, там только армори пошло. У Касса по экономике 49-37 по рабочим. Хотя здесь третья цеха вроде и есть. Пока Кассу не дожать просто полностью. Потому что у него вся армия дома. Вот сейчас он пойдет и, наверное, будет пытаться дожимать. Иначе как ему куда идти? Я думаю, не позиционно там он собирается здесь стоять, а просто Кот зайти и напасть уже. И это было бы верным решением, конечно. Ну, какой-то... Мидивак сбил Кудлбир. Кассу. Между прочим, это только первая игра у нас идет. Насколько я понимаю. Ой, ну да. А все начиналось-то с Улына, кстати, зеленого тирана американского. Так, заходит Касс. Скан будет, вообще. Сканит Касс. Видит 2 танка, пару мариков. Здесь Боб тоже мариков заходит. Ну, а что они тут делают? Танчики сидятся. Ну, Касса столько, что он на Аклике даже мариками идешься, убил бы все. ЦС обузбрел. Пошел Кудлбир в атаку последнюю. Касс Тимминса. Насклетануть мариков хоть чуть-чуть. Пошел и убился сам. Обкассал эту группу юнитов. Молодец, что тут говорит. Танки разлетараются. Полудолгой МК загружается. На мейн полете 8337. Не сдается все, пацан до сих пор. ГГ. Продолжение следует. Так, присоединяемся сюда. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Поставить... Продолжение следует... 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 А нет, и броня пошла. 1-1 ранжовая прям. Ну, ну, такой билд на третью получается выходить базовую сейчас пытаться и... Так, видит касса, где овер прикас находится. Викинга не контролит при этом всём. А зачем контролить? Пусть овер медивак спалит. Сейчас только что спалил, по-моему. Ну, может быть и нет, потому что на грани там было. Забирает касса, и дома армори доделась. То есть можно уже идти пытаться напрягать, мне кажется. Так, ну, викинг овер отбомбит. Сейчас ещё один овер погибнет. Четвёртый уже. Третий, простите, по счёту уже. У касса гелионов 6 штук. Это хелбатов, соответственно. А, или у него армори. А, есть армори. Ну, просто самое интересное, что после армори касса стим ещё выходит. Надо трансформить хелбатов. Третья база будет отменена здесь, скорее всего. Я уверен, что даже зерк не пытается отбить, но... База уже упала. Нужно будет, в общем, принимать роуч. У меня есть микробаза упала. Ну, решил, что нужно принимать бой. Касс кидает. Тут гранат прикольный рипером. Роучи уже выпили. О, насколько циклоны роучи-то уже выпилили. Это жесть какая-то. Толбаты тоже, конечно, падают, но циклоны тут просто выдают. Можно сейчас два роуча этих влёгкую вот этим. Смотрите, здесь хп ещё у циклонов полным-полно. Можно сейчас два роуча было фокуснуть и королеву потом вот эту забрать. Потому что второй тогда ещё, ну, на грани пятидесяти было. Но в момент боя, по-моему, пятидесяти ещё не было энергии. Так, роучи скорости вперёд попёрли. Здесь танк у кассы есть, бункер и рабочий 51 на 43 в пользу кассы. Я думаю, здесь уже всё ясно в этой карте. Вообще, я не понимаю, что зерги какие-то американские играют. Какие-то странные билды. Какие-то двое, ну, двух бас, двойные игры. Да и какие-то, я не знаю. Я понял бы, если плеер с одним эволюшном атаку там делаешь и третью выходишь потом раньше просто и всё. Так, всё больше и больше марика появляется в бараке. Неплохо по роучу там прилетело. Так, видит каждый, здесь юнитов-то много. Тим готов, щиты не готовы ещё. Ну, щиты нужно дождаться, иначе как бы юниты на роучи и реводжерах могут развалить с кассом арики эти все. По себе я и смотрю, что сюда фаерболта, думаю, кинул. Случайно, походу, по своим же, по своим же этим роучи и реводжерам. По двум юнитам, по роучу и реводжеру, по-моему, по этому роучу и по вот этому реводжеру попало, по-моему. Старкиллер попал. Сцфу надо посадить, танк может засидеть. Сидеть танк, кос, ну и сразу теряет. Один удар он ухтёг делать по роучам, и то дэмоджа прилетела. Некоторое количество. Так, ну что же. Почему диггер касс? Почему диггер касс, это не важно. Вот почему касс диггер, вот это вопрос. Так, заходит касс 2-2, делает 63-156. Чуть все лимитов дал зергу отстроить. Здесь нормальное количество лимита дал отстроить. Роучи реводжера гидра здесь, правда, ничем не помогает. Никакий юнит ему, вайперов нет. Пошел зерг на лом такой тип, сейчас пробрею. Все, ну танки не согласны с этим, танки нормально поливают, там дэмоджа бодро дают. Ну, гидры, кстати, много оказалось. 1-1, у него еще грейды падают, медиваки, марики тут уносят ноги, и лимита зерга даже больше стало, что самое удивительное. Так, так, касс дал отмаситься. Так, начало, выиграв хлам, и дал потом зергу отмаситься, что он его еще и здесь и отбивает выходы в легкую, еще и золото. У него есть 4 базы, то есть 3. Правда, хаева нет, то есть лейер только придется в итоге зергу драться против касса микса. Ау, еще 2-2 на 1-1, ребят, я не заметил. Вот почему так развалил. Если б не 2-2 эти, не факт бы, что, кстати, развалил, потому что там юниты все были намного более грейжные, чем касса. Так, здесь планетарка на 4-й поперла. Плюс еще 3, а, 2 барака и факта еще делается. Сейчас. Это 2-3. Давайте прош engaged! Какая2ste инвер nächsteあ . Forces электрон для западных спирта, roeller не закрывал. Для того, чтобы я не занимался того что мы прод automobile, вот как я скрылся впереди , Продолжение следует... 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 Достраивается хата Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так внутри ССН'чку Хазбанша кстати полетела Харасить она инвизная между прочим а уже первая Харасит ребята я прошу прощения я вообще ничего не вижу она 8 дронов упаковала в деревянный макинтош и они не услышат мrough которая звучит на их доме одиннадцать рабочих убила. Одна банша убила 11. Ну куда столько много-то касс? Ну это ж перебор, ё-моё. Старкиллер расстроится. Моряки есть в кассу? Туретка есть минералили. Моряков мало как-то. Сейчас их старкиллер всех убьёт. Это очень плохо для кассы, потому что блин, сейчас ему стим зашатает старкиллер. Надо выводить ксм-ку на вычинку. Чё, касс решил стима отдать вот так вот. Всё, и всё, и отдал? Ну да, решил так отдать. Собаки бегут здесь мутолить. И давайте ещё старкиллер сейчас с этого продакшена и выиграет просто, заняв позицию на продакшене. Так, гелики падают. Туретка с артиллера пытается падать. Не, дружочек тут вычинивает кассу. Банша в инвиз уходит. Банша поможет, конечно. Вот зря он улетел отсюда. Знаете, здесь моряки уже накопились. Можно было депо пострелить. Минус 16 лимит. Сразу кассу было бы. То есть почти соплай блок. Баншу выкинил. Кассу. Ну, старкиллер его убил моментально. Вот куретка лезет в старкиллер. Касс не восстановил лабу. Тим чуть не заказывает. Мне кажется, надо было выкинивать пытаться вообще. Идем. Так, загрузился Медиваг, вот полетел. Каст тут, кстати, его нахарасил-то, не слабо, Старкиллер. Ну, Каст 1-1, Медиваг, он полетел 1-1. Ну, Каст мастер, конечно, на отдачу дропов по игре с пингвином, но вот сейчас, мне кажется, Медиваг может зайти, потому что там Вижена особо нет на мэне. Старкиллер с теми юминтами своими фактически боевыми. А это Мута, он летает здесь рядом с Кастом. Здесь только несколько собак. Ну, тут черт Бериовер висел их. Да, темной зоны здесь все-таки не было. Это для Каст... А, Стима-то нет, юминта. Да, а что Каст хотел вообще без Стима сюда лететь? Зачем? То есть отвлечь просто Муту и вот так просто слить дроп в хлам? Ну, один Муталис тут умер. Конечно, Муталис как один Медиваг, то есть 8 мариков своей жизни отдали зазря, получается. Стим почти готов, щиты не делают. Надо было, наверное, с реактора перелететь вторую лабу запилить, чтобы щиты сделать пораньше. Удастима 11 секунд, и у Старкиллера Бэйн... А, есть у него Бэйлинг? У него есть Бэйлинг Нест, у него почти что есть покатушка, что самое интересное. Но у него нет Бэйнов. Похоронили минен своих юнитов всех вообще. Офигеть, Старкиллер Каста просто указывает вообще. Так. Нет, сам не играю практически сейчас я. Практически не играю. Это минуткасс, ребят, это 1-1. Это факт уже. Слушайте, Старкиллер, кто неплохо отыграл. Даже чисто кимогрессивным гигелем неприятно для Каста. Так, ну что у нас? Старкиллер Каст. Каст Канин у нас должен быть матч. Сейчас Канин, наверное... А здесь Канин. А здесь Канин. А здесь Канин. Да, ребят, не ожидал я, что Каста отдаст карту Старкиллеру. Ну, вот так получилось. Пошел я на Европу, а тут пока чуть никого нет. Пошел я на Европу. Продолжение следует... 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 Вот на секунду три бы позже, чтобы проявилась Банша и Канин бы скан к ему. То есть, что навряд ли Канин просчитал, что вот сейчас вот через секундочку будет Банша проявляться. Обычно тираны сразу кидают скан, как бы не парятся просто, ну, чтобы быстрее убить. Потому что если Банши много энергии, то выгодно, если мало, ну, что делать-то. Ну, вот, а ведь на самом высшем уровне какой-нибудь вот этот будущий бот, который будет людей обыгрывать Старкрафт, он должен, если Визион получил на Баншу, допустим, он, как бы, знаешь, через сколько секунд кончится энергия и подождал бы, например, да, как бы. Ну, бот, я думаю, не знаю, сможет ли какая-нибудь искусственный интеллект. Это же совсем интеллект должен быть, чтобы такое просчитывать, как бы, да, то есть, допустим, три энергии остаются, он знает, что там через три секунды, допустим, проявится, а у него 50 энергии накопилось. Он ее не кидает, он будет ждать три секунды, допустим. Вот я уж что-то тут совсем загнул, по-моему, да? Так, один-один у Каса, а здесь мех пошел от Канина. Ну, посмотрим, как он мех-то в этой играет. У Каса решил Био отыграть. Так, два-один нерч. А там Бо-5 или что у нас, кстати, на Карсаре-то? Вот эта стадия. Дайте-ка я зайду, гляну. А, не, Бо-5, Бо-5. Ну да, у них обычно на таких стадиях Бо-5 уже. Спасибо всем за поддержку, чувое их тебе спасибо. Спасибо. Так, хороший дроп. Жаль, что Марик спалил, как говорится. Вот. Летят минка в Каса. Куда полетел-то? Он сейчас все, кончился бустой, кстати, Каса. Среагирует ее. А, с Тимом у Каса нет. Все, он не может среагировать вообще. Так, ну подходит Каса сюда. Видит, что здесь ловить ему нечего. Опа. А как, нечего загруз... Прям под Ксилнагой загрузился. Она только-только доделалась, походу, что ли, я чуть не понял вообще. Бустами Каса не пользуется вообще. Ну вот пусти ты вот пока влетаешь. Два буста можно было бы и третий, чтобы закдшился. Уже бы там на центре бы был. В итоге и на Гелиона... Просто смотрю на Каса вот. Вроде как бы и везет, а понятно, что гелики здесь ездят. С другой стороны, ну вот это вот раковня вот эта. Густы не юзуются, блин, ничего не юзуются. Ну как раковня, на самом деле Кас уровнем неплохим. Но я хочу, чтобы лучше еще все он делал. Еще лучше. Так, грейды тут 1-1. Каса у Каса одна атака, у оппонентов 2-2 делается. Третья ЦЦ будет, Кас? Да, сейчас будет. Надо брать все вперед идти, что-то Каса здесь ждет. Не понятно, что он. Четыре медивак назад вернул. Канина там в тылу, вообще ЦЦ делается. Не знаю, может быть имеет смысл еще посадить медивак, вообще всю армию просто. Я не знаю, сколько сюда должно прилететь. Не, когда здесь два танка, циклоны, рейвены, вот это все, здесь даже восемь медиваков, еще и туретки. Здесь даже восемь медиваков, на самом деле, может отдаться. Разве что у них будет много мародеров, и на муе получится вот так вот отсюда, досюда, додропаться, как бы. Там вот сбринят вообще. Так. Сделают винкер в разных местах, будет микрить. Да ты хоть как микри, если соображения не будет, второй человек победит. Он соберет кулак, против которого микрить не будет. Будет тайминги исполнять определенные, и все. Каз тут камень пробивает. Смотрю, Канин рядом ездит. Куда он там поехал? Складывает Канин все свои танки. 128, 156. Учитывая, как Каз мастится, а Каз мастится всегда очень круто. По-моему, у Канина более чем достойный какой-то лимит. Сейчас как его пробивать, непонятно вообще. Так. Ну а третий танк есть, поэтому все нормально, как затылка. Вот Каз наглец. Везде орбиталки. А, не, планетарку не, говорит. Надо подумал Каз. Нет, орбиталка хорошо, планетарка лучше, а то заездует. Сейчас только что гелики заехали, только что отбил. Вот здесь орбиталку можно впилить сейчас. Как бейбак от ТЦ и на Минералы будет. Пошел Каз в атаку на третьей базе Каниновской. Ё, мы здесь сминаем. Как вам. Танки минус ТЦ, а минус. Марики 2-2, кстати. ТЦ как забрал уже. Все, все нормально. 160-125. 3-3 грейды поперли у Каз. Броня на технику доделалась. Там 2-1, кстати, у Канина уже. Так, засиделся Канин. Каз среагировал, молодец. И 2 Либератора к нему сейчас прилетели. Мы в четвертую. Сагрились на Викингов, Либераторов. Но Каз убил Су 179, почти что 200. Каз уже по 4 Викинга пилит. А, по 6 даже Викингов он может пилить сейчас. 5, правда, заказано. Почему 5? А, один не строится. Или что там такое? Что там? А, просто там черточка. Я думаю, юнита нет. Это так выглядит. Как вообще, когда ничего не строится. Так, сидят тут танки Каз. Смарики идут. Все тоже. Танчики минусуют. Все, минус танки. Каз еще сейчас по 2-й подойдет. Надо, блин, Казу мультитаскить. Лучше здесь в этом плане. То есть, видите, Канин пришел сюда, Каза, выбивать. Просто надо с другой стороны прилетел. Дропом на мейн. Вот так вот, смотрите. Здесь, кстати, вообще туреток нет. Вот так вот. Чик, чик. Пролетаем и сюда. Дропом. Сказ 2. Винжинь Армори здесь стоит с грейдами. 3-2 отменить можно. Так, Викингов у Каз уже с десяток, наверное, есть. 7. 7 пока. Ну, сейчас больше их станет. Строит Либераторов, кстати. Да, почему бы и нет. Викинги и Либераторы воздухы контролил. Единственная Каз ошибку сделать, что 3 реактора построили. Одним прилететь. Лабу сделать. Просто делать Ренч Либератором. И все вообще прекрасно станет-то. В Каз еще Старпорт пошли. Ну да, он хочет именно воздухом сейчас перемасить здесь все. Ему достаточно просто победить воздух и наличие Либераторов. Хотя нет, здесь Тора уже. Тора вот прикрывают, конечно, в наземных этих юнитах неплохо. Желательно Казу об еще одной базе подумать сейчас. Так, Викингов 10-й, но у вас здесь поменьше у Канина. Так, ну лидерки. Каз, раз, 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 Трикинги бой дают. Каз там еще Био, простин. О, Био в секунду развалилось. Канин выпилил Либераторов, но Каз выпилил весь воздух в итоге. Канин зачем-то еще Тором бьется без... Так, без... А, он Либераторов хочет убивать этим Тором. Все ясно, что-то Канин бьется. Все, Либератора выбил в итоге. Нужны новые Либераторы просто Казу. На золоте ЦЦеха делается, плюс еще 2 ЦЦехи, макро ЦЦехи. Аж по 9 Либераторов Каз строит и Рейншем погнал. Ну сейчас 9 Либераторов, плюс Викинг, плюс это все. Каз просто сейчас задавит Канин. Он просто придет, их разложит сюда всех 9 просто и все. И Викинги двое, вдруг, доминируют. Там эти два Тора не спасут вообще цифры счета кривые. А тут уже ничего не поделаешь. Таков интерфейс. Счет 0-0 здесь. Можете точно быть уверены. Там те не видно, даже можно их просто отрубить сейчас. Так, заходит Каз в бачку здесь, с какого-то хитрого. Раскладывает Либераторов. Ну танк свои подведи, то редкий выбей в конце концов. Да кофе все вот эти. На золоте там два Либератора у Каз уже появились. Прессует здесь вторую базу, Ваксу. Как с этих вообще этих. Страчат там Либераторов. Ксм-ку не выстрела 4. Зашло, куда и одного достаточно. В РГГ Канин пишет, что он понял, что здесь ловить нечего. Все, сейчас нормальный интерфейс будет, ребята. И все будет нормально. Продолжение следует... 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 Теклона сзади где-то. Чё Кас, Байк? Чё он за депок-то здесь пошёл? Оно одного викинга поставил, так что здесь контролит. Заходит, заходит и в минеральную линию. Ух, Кас даёт-то, а? Сцфу решил, что ли, выпили сейчас? Опа! Вывел танчик из строя. Кстати, Теклон это дохлое здесь. Можно было нормально сейчас с викингами, они же бонус помеха. Пришёл бы по тангу сразу. Ещё скан идёт. Сканин сам к Касу, похоже, пошёл. Что это два циклона? Это смешно. Мне кажется, Кас должен был убивать эти вот... Кас просто как-то, я не знаю, сверхнадёжно хотел, что ли, сыграть. То есть, если бы он подальше танк не здесь бы где-то заселил, он вот здесь где-то был, до эпохи только доставал. А вот здесь хотя бы, чтобы он сюда доставал, до рампы, до цецейхи. Здесь бы не циклона, а Марика под ногу отвёл, а этим бы здесь тусовался. Только Марик спалил, что всю циклон её отходил бы назад. А здесь бы крошил бы минеральную линию вообще. Вот я зачем Касу Вижн? Конечно, зачем ему действительно... Зачем Касу Ворон точнее? Вот я думаю, зачем Ворон? Бесполезный же юнит. Зря только построил. Правильно отдал. Лимита два освободилось. Хоть два Марика заказал вместо него. Такс. Плюс два барака, пять сейчас будет работать. Там мех у Канина. Армори вот только-только сейчас будет готово. Сканы идут постоянные. Куда они идут? А, сканит, видит третью хочет Канин видеть. Она внизу третья-то оказывается. Вот оно что. Канин в итоге не беспокоится. А надо побеспокоиться. У Касы здесь уже нормальная добыча. У Каса следующий выход от Каса пойдёт. Вот вопрос. Я думаю, в ближайшее время он уже начнёт двигаться вперёд. Потому что 1-1 доделывается. Может 2-2 заказать как бы сейчас будет. Можно... Щиты подъезжают. Там 30 секунд осталось небольшим до щитов. Пока идёт как раз доделывается. Про сканин Канил. Сколько у него? У него бесконечно сканов? Или Мулы ему не нужны? Не, Мулов не кидает. Канин сканет. Выдвигается. Кас вперёд, ребят. Ну, самое интересное, наверное, будет впереди в следующем матче. Потому что Кас с Намшар там будет матч. Возможно, даже это за первое место в группе будет. Я не знаю, кто тут может потеснить их ещё. Кас единственно со Старкиллером 1-1 сыграл. Но если он Намшары выпилит, он первое место сто пудово займёт. Вот если 1-1 с Намшаром он сыграет, я не знаю, что он там займёт. Теоретически можно и с проигрышем, но если там все друг друга убивали дальше сыграть. Ну, я хожу, короче, как там было. Так, Кас танки засидел. Биа уйдёт вперёд. Рэйвен минус, туретки Т-минус. Так, наверх Касу не стоит подниматься. Там много конина юнитов. Да куда-то... Как Кас так... Как он сконтролил-то? Моряки туда-сюда как-то этот... Начал циклон фокусить вроде медивак. Моряки забегали, как угорелые какие-то. Можно на мейн пролететь, попробовать Касу. Прям резко. Ну, а, всё, не сядись, 3 медивак. Всё, было бы 4, можно было бы хоп засадить и полететь. Минус сенсорка. Теперь вижена не будет с этого направления у Канина. Дома у Каса много юнитов стоит. ЦЦФ полетело вот сюда. Вот это... Ну, как, 6 часов только ближе к центру. Вот. И строит 3 часа ЦЦФУ Кас. Прирост весь дома вообще вперёд ещё берёт. 2-2, зато грейды скоро будут. То есть опять преимущество по грейдам, очевидно, у Каса. Можно, блин, 2 медиваков взять вот сюда. Конь через верх дропнуться, полететь, попробовать остальными в центре соединиться со всеми. Вот Кас взял. Здесь уже больше гораздо юнитов, чем здесь в том выходе осталось из того выхода. Ну, 5 медиваков юнитов вообще немерено. У Канина что тут? 107 лимита. Сколько у него танков-то вообще у Канина? Ш-5, да? Ну, у Каса даже больше танков. Он никак не выдержит, как бы, Канина. И с Кас вперёд просто пойдёт. Тем более, если Кас сейчас 2-2 дождётся. У него тут остаётся 10 секунд. 12. Вот сейчас 10 до атаки. Чуть больше там до брони. У Каса 4 секунды до готовности атаки пошёл. Опа, блин, куда я тыкнул, извиняюсь. Прям во время замеса атака доделась. Танки засиджены. Здесь всё сметает. Кас на своём пути. Броня тоже в конце боя доделась уже. ЛГК не пишет. Кас 2-0. Кас нам шар. Я думаю, что на евро сервер это будет всё. Точнее, я уверен, что нам шар европей. Здесь ли он вопрос? Пока не вижу его. Так, а почему я вторым аккаунтом своими чуть не понял? Эдиты в ППН. А, я не тот пароль-то набираю. Ё-ё-ё-ё. А раскладка-то правильная была. Когда не думаешь о правильности написания, да, всегда строчишь так, что-то блин-клупа и запарился. Туда ли тыкаешь? Туда ли тыкаешь? Так, Пингвин Старкельку дубил нам шар. Кудулбир это, кстати, кто у нас? Этот тиран тоже, по-моему. Отойду на пару минут, ребята, и вернусь к вам сейчас. Пингвин Старкельку дубил. Пингвин Старкельку дубил. Пингвин Старкельку дубил. Продолжение следует... 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 Так, ну погнали, ребят Каст на Амшар 0-0, счет у нас Бо-2, как и предыдущие матчи Ну, Амшар, он не любит Какие-то улыны, насколько я помню Вообще ни в каких матчапах Он любит раучер-эваджеров Каст тоже улыны особо не любит Ну, не знаю Я прогнозирую, что здесь Какие-то средние, видимо, по продолжительности Игры будут между Кастом и Амшаром Скорее всего Может быть, я не прав И Каст в Цеху первую, что ли, играют? Похоже на то А нахрен-то рабочего назад возвращать А ну вот этим новым туда ехать Ну, с одной стороны, да А, ну вот есть Каст Вот эта М выехала Ну, хотя если он эту КСМ-ку не поставил Он бы имел на одну КСМ-ку меньше по билду А так вот сейчас и барак можно заказывать Будет в ближайшей перспективе Только рабочего взять туда Да, вот берет рабочий Поехал в Каст Ну, Цеха первая Это для Каста Хороший билд Он всегда любил билды Где экономика посильнее Как бы Это самая сильная экономика получается Цеха первой Нексус первой Ну, Зерга Трихат и пул получается Если тебя не трогают Конечно, допустим Зерга Трихат и пул ставят С одной стороны Зерга любой Может тему, допустим Из этого билда делать Но если тебя не трогают Он увидел, что Пробус Нексус первой Играет в Тиран Цеху первой Он там столько дронов Наштампует То есть у него Ситуативное Это, да, получается У этих раз, конечно Это на свой страх И риск делать Потому что если пул первый Например Ну, после Против этого Например Зерга бы сделал Сделал бы Слепой бы Бэллинг Баз Допустим Однобазовый Конечно, он убил бы То есть даже Мастер Лига Тупо, да Если ему скажет Даже Алмаз Допустим Там Тир-3 Какой-нибудь Если ему сказать Что так Тиран Будет играть Он делает Делай такое Все приходят Здесь Бэйнов делает И Ну, то есть Отобьешься здесь Хотя, с другой стороны Если бункеров Наверху налетить Ой, нормально Боже Можно попробовать Ну, вообще О чем я, ребята Только, конечно Бред Все так делать 17 хата Газпул Две королевы Скорость У Намшара И третья Хата идет Примерно По готовности Королев Она будет заказана Сейчас Ну, и Видимо Ладна Лэйер Соточка Уже сейчас Накопится Скоро У Намшара Инъекции Идут Вопрос Хороший Так Инъекцию На Мэне Можно пилить Нам Шар Что-то втыкает Не знаю Почему У Каца Тем временем Так Пилил Здесь Здесь Вторую Еще одну Королеву Сейчас Ресурсов Выделил У Каца Тем временем Здесь Стенка Закрывается Вообще Да не Что-то Девлин Я Не знаю Короче Просто Допустим Получается Если Стримить ОС Дуна На полгруппу Если Начать Не стримить ОС Там пропустишь Группу Вот эту Где Каца Играет Ну Хиро Даркер Пиши гляну Там мощно Будет Очень мощно Ну Ладно Что делать Посмотрите Отдельно Как-нибудь В другом окне А мы Наших Посмотрим Все-таки Из игры Приоритет У меня Всегда Потому что Качество Лучше Все Плееры Работают На ютуб Можно Выложить Ну То есть Это Очевидно Да Плюс Там наши Пацаны Бьются Кас Рейзер Варди На первом Блай Получается Из трех Наших Мы завтра Пацанов Увидим Так Класс Четыре Гелика Здесь Нам Шар Ждет Эти Гелика Кстати Как нам Шар По сетке Сел Идет Дайте Ка я Гляну Они нам 1-1 Старкиллера 2-0 Пингвина 2-0 Кугубира 2-0 Короче Кас Нам Шар Решит Кто первое Место Займет Этот матч Это очевидно Сейчас становится Для меня Старкиллер Там уже Последний матч Свой выиграл Я смотрю У Кас То же самое Он все 2-0 Пробрел И только Старкиллером 1-1 Сыграл То есть Они Ровно Ровно Идут Сейчас Если 1-1 Сыграет То Тот Кто в рейтинге ОСС Выше Стоит Тот Будет Первое Место Займет Так Пытается Поднажечь Нам Шара Пока Супер Тут Ничего Не Ножег Много Но Ездит Напрягает Пытается Понапрягать Третью Третью Цеху Занят Геликов Ничего себе У Каса Геликов Просто 10 штук При этом Он играет Био У него уже Стим Готов Самое Интересное Соплайблок Вот Пренеприятнейше У Каса Здесь Случился Да Поху В рампе Заказал бы Еще По Одну Было Правильно И Смотрите Соплайблок У Каса Висит Он Ничего С этим Не Делает Кидаю Кэш Стоплай Надо Кидать Раз Завтыкал Сразу Кидает Кас И В общем Этот Лимит Весь Заблочен Там Получается И Сразу Еще Один Соплайблок Потому что Один Дождаться И Щиты Ну Хотя По Один Один Щиты Там Уже Тоже После Один Один Быстро Подъедут А что Есть У Нам Шар У него есть Тридцать Собак Семь Бэйнов И По катушке Буквально Тут Секунд Остается Немного Десять Секунд Кас Не Успеет За эти Десять Секунд Прийти Никак К нам Шар Сейчас Так Скан Крип Вычищает Здесь Рядом Вио Мало Мало Мариков Медивак Всего Один Смешной Такой Выход Какой Получается Не надо Сейчас Спешить Кас У них В коем Случай Лезть Куда То Там Шар Хорошее Количество Юнитов Так Мариков Перевез Указ Марики Как Эти Мажоры На такси У него Отсюда Сюда Переезжают Пешком Не Прийти Так Гоняет Кас По центру Нам Шар Восстановил Крип У Нам Шара Достаточно Много Видит Он Где Кас Двигается Прекрасно Здесь Прирост Вперед Кас Не Берет Танки Начал Строить Жать Ну 2-2 Раньше У Кас Правда Чем У Нам Шара Так Что он Решил Геликами Тут Раскатить Все это Делан А крип Это опасно Знаете Или С Беллингами Так Катить Геликами Тем более Без Синего Пламени А не Еще То есть Надо Мариков Преконтролить Ими Как минимум Надо Застимиться Отбежать Будут Агеликами Кальций Если В том месте Это делать То можно И подразвалиться Нам Шар Бэйнами Ой Какой Кучи Вынесло Все Вообще Кас Получается Ката У Нам Шара Что Лужила Получается Что Так 1 1 Грэби У Нам Шара Готов 2 2 Пока Он Не Делает Зато Хайп У него На 8 20 Приехал Ну Что Ультра Лис Кеверн Или Что У нас Здесь Адреналин Пошел Да Ультра Кеверн Макро Хата На Мэне Кас Делает Серьезный Кулуп Сейчас Приходит Кас Нам Шар Незамедлительно Бой Принимает Линги Бэйлинги Гидра Сносит Просто По-моему Он здесь Каса Вообще Нафиг Хотя Нет Смотрите Один Бэйлинг Хочет Пройти Пройти Не может Не девайки К нам Шар Касу Повыбивал Еще 139 119 2 2 Адрена Ой Печаль Такая 20 Лингов Еще Строится Ну Здесь На Каса Лезть Не Стоит Пока Вообще Так Три Вайпер У нам Шара Ультрал Кеверн Готов Гредли Пока Не Заказано Такой Королеву Поверли Нам Шар С Королевами Пошел Уже В атаку Что Ли На Такой Стадии Не Знаю 170 Кас 3 3 Гредли Вот Блин Какого Каса Макро Просто Адская Вроде Его Убивают Два Подряд Выхода Вообще Без Шанса Фактически Слилось И Все Равно У него Больше Лимита Чем У Оппонента Правда По технологиям У Каса Не Лучшая Ситуация Сейчас У нам Шара Есть На 3 Ультрала Ресурсы Королевы Заблудились В итоге Нам Шар Вынужден Юнит Терять Из-за Этих Блудниц Потерял 3 Ультрала Не Решается Нам Шар Давать Бой Зачем Бой Давать У него 24 Лимита В Заказе Это Не Четыре Королевы Нам Шара Добавляет Каса Сперед Собирается Двигаться Нам Шара Там Уже Шестая База Пошла Ультрок У Каса Нет Практически И здесь Как-то Тяжко Все Идет 5 Ультрал Заказано Сейчас Три Из них Вылет Неаккуратно Нам Шар Дерется Тоже Зачем Сливается До Ультр Непонятно Там Несколько Секунд Уже 5 Секунд Ультрал Нужно Выйти Будет Сейчас Ну что Пошла Движня Ультралы Полетели Зеленка Кас Просто Здесь Унитами Забегают Прям Под Вайпер Марики Бегут Вперед Беллинги Линги Все Это Двигается Вперед Во 2 Грейды У нам Шары Синхронизировались Кстати С выходом Ультры И Добавлением Панциря Уникального Гидролинга Беллинги Вперед Идут На королев Ультралов Нам Шар Отводит Пытается Их Трансфюзить Будет Он Сразу Сходу Атаковать Скаса Видимо Да Потому что 2 Вайпера Есть Зеленка И Можно Планетарку Просто Блокировать Сейчас Она Атаковать Не Будет Вообще Все Налом На Планетарку Уйдет Что-то Нам Шар Здесь Тупо Резит Ксм Уже Надо Убрать Просто Ультралом Пал Здесь Ультрал Сбио Бьется Сэцэчка В итоге Минус 124 119 Ксм Все еще Бьется Пока С Нам Шаром Ну сюда Собаки Подходят Еще Два Ультрала Подходят Сейчас Нам Шар На Развороте Просто Ксм Примет По-моему Вот эту Группу Смешную И Это ГГ Будет Но Нам Шар Аж До Дома Чуть Ли Не Добежал Еще Еще Нам Получается Блин Ксм Потерявся Цех У него Все 150 Сразу Восстанавливается Так Ну и Че Здесь Все Встало Давайте Нам Шара Посмотрим Чем Сейчас Как Здесь Главное Че 200 Крип Там Посылает Ну Так Делает Силверсир И Все Вайпер Все Собрал Наконец-то Пошел Нам Шар Так Ну Такой Я бы Сказал Не то Что Монстр Какой-то Макромонстр Он Неплохо Вполне Се Играет Так Да Касса 200 Практически Лимита Больше Чем Нам Шара Нам Шара 3-3 Нет Либераторов Притягивает Нам Шар Зеленка Будет Куда-нибудь На танк На один Ну Смешно Чем На танке На этом Зеленка Еще одна Зеленка Набью Пошла Половина Юнитов Стоит Ни кера Не бьется Нам Шар Что ты Делаешь Ну Что он Делает Мне Вот Ток И что Похвалил Этого Нам Шара И Блять Начинается Беготня Как Отличается Игра От Корейской Да Просто Вроде Хорошо Играет Все Строит Но Вот Это Вот Что Честь Юнитов Стоит Не Видит Просто Зял Убежал То есть Тут Этих Хватало Чтобы Добить Вообще Оценка Ситуации Просто Происходит Очень Как То есть Постоянно Боязливость Все Перестраховаться Корейцы Сразу Видят Могут Убить Они Или Нет И Убивают Блин Это Уровень Разница Неба И земля Конечно Игры В этом Плане Хотя Тот же Нерч Он Тоже Вот Так По Корейски Моментально У него Решение Моментальное Получается Старкрафт Не просто Юнитов Строит Бегать Вперед Кридко Оппонент Дает Тебе Конечно Другой Тиран Так Не позволил Намшару Бегать У Касса Опять 200 Бесконечные 200 Касса Просто Неба Назвать Еще Так Собаками Намшар На верхнюю Цеху Забегает Окружает И ее Не вычинить Будет Рабочим Потому что Они Доступ От Цехи Не имеют Падает Все Касс Возвращается Назад Рабочие Потеряны Просто Нереальное Количество Тут Наверное 15 Намшар Опять Готовит Выход Ультра Вышла Новая 3-3 Подъезжает Грейды Вообще Опять На лом Намшар Идет Опять Минус Планетар Гидровайпер Ооо Зелень Побива Пошла Ультрал Иду Как Кассный Перит Кассный Перит Неплохо Касс Вообще Все Здесь Ростный Перит Ну Планетар Потеряла В это Время Собаки Сгрызли Третью Полностью Абсолютно Здесь Отступили Королевый Вайпер 8 Еще Ультрал Здесь Ультрал Пошел Крампер Гаст Там Фиган Кстати Инвиз Рубал По-моему Здесь Кассный Вес Рубайты Выходят Гасты Прямо На Муви Сливаются Что за Бред Снайпер Шот Ультрала Пока Живет Он Собаки Грызут Везде Вообще 127 Касса Потерей Глянем Эти Кассы Ненамного Больше Тем Зерква Терял Оно Выглядит Срок Бесшанс Здесь Просто Вся Карта В Крипе Почти Уже Под Кассом Ультрал По 8 Заказывается Еще Пока Касс Выходит Пока Битва Идет Еще Настолько Же Накапливается В итоге Как Снутовский Легом Микс Там 11 Королев 8 Ультрал Много Нам Шар Что-то Ждет Что-то Ждешь Пошла Атака Зелень Пил Зелень Ну а Все Ультралы Идут Вперед ГГ Ребятки Вот Теперь Прочно ГГ Ну Долго Мы К этому Шли Вторая Карта Нужна Долго Долго Так, нам шар в игре, каста где? Вот он. Так, нам шар в игре. Так, син син. Так. 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 Ну что, я думаю, сможешь стартовать. Куда он делся-то вообще? Что-то не видно его. Так, ну все, начинаем. Какой-то син-син пропал. Не знаю, куда, ничего не отписал. Время уже позднее. Все хотят побыстрее закончить. Мне тоже надо спешить уже, на самом деле. Вот. Вот. А, ушел спать. Все, отлично. Значит, все правильно. Мы стартанули. Все. Ну, понял, ребят. Спасибо за инфу. А то я беспокоился, что сейчас я стартану, а потом предъявят мне, что син-син или кто-нибудь, что... что мы раньше стартанули, что мы раньше стартанули. Но он мог бы и отписать, на самом деле. Что пошел туда. Так, пилю рекламу, ребят, помните про англоки, поддерживайте мой канал. Всем спасибо, кто поддерживает, ребят. Последняя игра в этой группе, ну и на сегодня последняя игра, на самом деле, в этом турнире. После нее завтра уже увидимся. Все я выложил, кстати, в группу ВКонтакте записи вчерашней и сегодняшнюю предыдущей группы. Поэтому, кто не видел, смотрите. Касса, газ, барак, репера, цсшечку. Фактурку получается билд. Полетел в Перму. Здесь 17 хата, газ, пул. Абсолютно стандартная. Абсолютно стандартная хата. Вот. Продолжает. Газ добывать нам шаприт. Рипер прилетает. Начинается контроль здесь на крипе. Ну, нам шарку собачку немножко отвел. Вот, королева вышла. Риперу плюнуло. Сейчас две инъекции пошло. Скорость овером нам шар делает. У Касса... Так, у Касса барак. Не хелбат пуш ли у Касса? Что-то похоже на этот билд. Ну, тут марики встроились. Был хелбат пуш, видимо, вообще. Нет, это вообще не хлопш. Викинг пошел. Но викинг сейчас оверов убьет. Кыш, который... Хотя, что он убьет со скоростью овера? Сейчас пролетят, посмотрят и все. Ну, с другой стороны, викинг летает быстрее даже овера со скоростью. Но если одного теряет зерк, то есть у него скорость есть, то второго он уже точнее потерять. Если у него есть голова вообще на плечах и руки, у него есть более-менее работающие. Так, Армори пошла после викинга, кстати, у Касса. То есть это будет все-таки какой-то под куш, видимо. Келбат под куш. Делается лэру нам шара. Беллинг Нест. Третья хата. Все надежно пока. Ну и Крептумор не такой раненький. В прошлой игре, конечно, ну вперед он пилится все равно. Викинг пытается оверов найти, но он ничего здесь не найдет пока что. А, это не просто хелбат пуш, это хелбат дроп на мейн получается. С медивака, кстати, возможно пересечение вот с этим с овером. Вообще на грани. Миллиметрах от овера. Просто в миликах пролетел. В каких-то... Здесь надо вычинить четвертого гелика. И надо врыв делать, иначе как бы, ну, не синхронно получается совсем у кассы все. Это плохо, то есть не синхронно, значит... Значит, не очень хорошо. А, цифроны, послушайте, не мех ли касс играют в этой карте у нас? Похоже, что мех. Четыре гелика циклоны. Вот если бы одновременно эти четыре гелика циклоны пришли бы еще на третью, на вторую, неважно, куда. Ну, где-нибудь они давали бы эзергу, было бы значительно лучше сейчас для, естественно, оппонента кассов. Здесь бейлинги приходят. Первый, надо сплитануть хоть чуть-чуть, но сплита не наблюдается. Ну, в принципе, одного там циклона бы развел. Бейлинги все погибли бы, наверное, сейчас быстрее бы. Так, приезжаю от циклона, плюс четыре хелбата. Бейна по унамшара что-то не видно. Как выпиливать хату пытается. Кстати, может выпилить хату эту. Не будет переагриваться на королеву, то он может и выпили что-то. Бейлинги зашли. Ой-ой-ой, награ... Вы сами все видели. Дальше идет выход, между прочим, в био у кассы. А намшар, просто убив всех унитов на халяву, еще и хату не потерял. Потому что потери у кассы больше. Сейчас, ну, на грани здесь было. Если бы выпилил хату, было бы лишь неплохо. Но хату не выпилил. Стим еще не готов. Щиты там вообще точно. Намшар спалил, что кассы играет био, не мех. Квикинг, кстати, у кассы жид. Нет, квикинг тоже погиб где-то. Ну, я думаю, что так просто кассы не взять. Посмотрите, он... Хотя 95-63 по лимиту, так это печаль вообще. Ну, учитывая, вот, то, что просел по лимиту, что весь боевой потерял свой, а хату не выклил. Так, здесь один эволюш, по-моему, не заказался вовремя. Я не знаю, почему не заказался сейчас этот эволюшн. Но только один грейд нам, Шар, заказал вместо двух. Зато инфестейшн ранний, зато четвертая хата получается. То есть выход в кайф очевидный в ультру. Тут то же самое же в прошлой игре будет сейчас происходить. Абсолютно то же самое. Так, здесь собаки бегают. Было бы в два раза больше. Вот сейчас бы в хитмариков нам Шар сгрыз бы кассу. Он ГГ, наверное, написал бы. Но недостаточно было здесь собак. А, кстати, а почему нам Шар покатухи, например, не делает? Я вот что-то не пойму. Вот, покатушки и плюс один заказан. Все, я теперь понял. Просто он немножечко подзавтыкал здесь, поэтому и не делал их. Не 3-0 мана. Но это ожидаемо вполне. Так, Бейнами пытался на Мшар зайти. Но тут особо ничего не выпилил. Здесь прессинг с двумя медиваками. 7-4 дронов у Мшара. 1-1 делается кассу, имея армори уже изначально. Потому что он халбатов делал. Он забывает про 2-2 тоже. Вот, стоп, сейчас вторую атаку заказал. Мшар харасит везде. Гидра делается. Хайв почти готов. Опять примерно, кстати, ну не на 8-20, но на 8-30 хайв примерно будет, да, получается. Ну да, 8-29 хайв заходит. Примерно то же самое, что и в прошлой игре. Касс тут 4-х медиваков дроновчиком ходит. Крупный ловер. И выпилил нам Шару. Заостык с Бейнами может сейчас нам Шару дорого обойтись. Но вот он со скоростью имею в Бейн. Вот эта скорость доделась, улетает. В общем-то, касс сразу же. А нам Шар ждет, здесь стоит. Хайв доделся, адреналин, ультралис кейер, видимо, сейчас будет заказан. Я так понимаю. Так, там видит, что он вообще видит. Он видит собак, но они так быстро бегают, что он только вот сейчас мог дать в итоге. А до этого вот кто-то там уводил своей башней. Так, тройной дроп на мейнг нам Шару. Вот это, кстати, больный дроп-то получается. Нам Шар не понял, что касс делает, если честно. Он просто где-то бегал. О, здесь собаки. Как они на мыло сливаются. Я думаю, критического дема же нам Шар не получится. Ну, газ выпилил касс. И все, газ. И все. На рабочий-то 73 на 65 все еще. Ну, касс летит присоединяться к своей армии основной. В итоге теряет просто два медивака. Из них почти ничего не выгрузилось. При этом всем у кассы, как обычно, больше лимита, чем у оппонента его. 2-2 агрейды делаются. Нам Шар сам 2-2, кстати, не заказал. Адреналин заказал. И ультралис кеверна, по-моему, у Нам Шара тоже нет. То есть хайп есть. И ультрал кеверна нету. Где, смотрите, нафиг срывается. Медивак один только выжил, полетел на мейн. Нам Шар сразу же на мейн забегает. Гидрой. И с приростом пару собак. Кстати, где-нибудь, мне казалось, больше сюда бежит. Нет, только сейчас побежали. Больше нигде ничего у Нам Шара не происходит. 2-2 заказал. Ультралис кеверна я так и не вижу вообще. Где он этот ультралис кеверн? То есть касс хоть потери несет гигантские, но у Зерга потери, кстати, больше в этой игре. И нет возможности выйти в ультралов на М Шару. Но кассу ни в коем случае нельзя давать передышку на М Шару. Он отдавит. Но чем давить, когда 2 медивака единственных с дропом летят? Если они сейчас погибнут, то это для кассы еще он тут засядет. Просто как минимум на минуту и выйти не сможет. Так тут смотрю, что у кассы все время медиваков мало. Все время. Как ни посмотрит его за с кассом, ну не хватает ему медиваков. То дропу просрано, то там забыл построить риблираторов, настроил. Медиваков нет ни хрена. Вот дроп на 9 приходит. Клик из-то касс не лучшим образом. Вроде бейлинги кончились, а касс куда-то полетел. Чего сейчас драться не продолжил? В это время выход идет без медиваков вообще. Медиваков приходят на дальнюю там базу нам Шару. Так, касс тимится, заходит вниз. Танк всего один. Куда он вообще не заходит? Чего касс делает? Вообще не понятно. Танк засиджился. Здесь летает, шатает. Молодец, это верное. Верное действие с Танекасов. Здесь бейны просто смели мародера Мариков. Касс тимится, здесь агры. Пытается бейлингов шатать, пытается убивать. Нет возможности нам Шара выйти в ультру. Бейны 2-2 в 1-1 нам Шаров. Здесь и скрит у касса даже был, я смотрю. Ну, и даже неплохой. Но нам Шара больше по лимиту. После боя не крути. Ну, без медиваков. Ну, что это вообще за извращение такое? Только сейчас медиваки. Два полетели вперед. Здесь вот эту группу что отдавать? Уйти вообще нафиг отсюда надо. Так, приходит касс. Два медивака есть. Надо их, блин, лечить ими. 154, 157. Есть забегание от нам Шара. Вот только первое забегание прошло. И сразу неплохо здесь все. А вот, в ультре пошел панцирь. Наконец-то нам Шар в ультру уходит. То есть касс вроде пушит, но он как-то медленно все это делает. Юнитов здесь мало. Прироста дофига дома. Точки сбора касс вперед не ставят. Получается боясь, что забегание какие-то будет. Сейчас от забегания отбился. Так, двойной дроп на мейн полетел. Опять касс за свое. Ну а вот это что здесь стало тогда, вообще не пойму. Так, ну ультралис касс. Как тут выпилить было, пусть по-царски здесь? Ну, выпилить не получится. Здесь сбриваются у нам Шар, всеми девайки, всех маленьких вообще мародеров. Все погибло. Ультралис готово. Три штуки. Панцири у них готов. Три-три, правда, нам Шар не заказывать. Сейчас это печально. Вот у кассы здесь группа стоит. Нам Шар все отсюда увел. Он же подумал, может, что у кассы нет здесь ничего, что ли? Так, здесь ультрал плюс бейна гидра вообще неплохо выпиливает. Здесь сверху будет нападать нам Шар. Вот сюда одну зеленку дать, и просто ультралы за два взмаха все разберут вообще. Надо вайперами подсветить ХГ. Но нам Шар что-то, блин, пассивен. Пассивен нам Шар. Вот, касс сложился, как нам Шар случайно просто пошел вперед и идеально смотрел момент, как касс сложился. Ну, зачем кидать зелень было в этих нескольких мариков? Тоже непонятно, сколько энергии зря потратил. Так, бейны заходят, деньги заходят, все, взрывается нафиг, короче. 171, 138. Вот у кассы уже и лимита меньше, намного больше он теряет. Сейчас вообще по потерям сравнялись. Касс на 2-3 тысячи вёл, но тут ровно стало уже после этой атаки. Кстати, у кассы на технику грейдов нет. Ну, зелёнку на планетарку, мне смысле поставить, и куда-то. Минус 3 вайпера. Хорошие снайпершоты касс, молодец. Гасты могут и зарешать, конечно. Нам Шар летит не на планетарку зелёнкой, пацан, никуда. Вайперы в одном контроле, походу, были. Да, у него всё вообще в один, бинжина, кроме королев. Хотя 2-й нет, наверное, вайперы, это как раз и были 2-й. Я не прав. Так, 165-150, нам Шар 5 пытается занять базу, пока не занять её. У кассы 5-я тоже пошла, у кассы 200, у кассов поёма. Какое мясо вообще дикое, блин. Два игрока, которые друг друга убить не могут. Кассы в атаке не хватает, и нам Шару в атаке не хватает. То есть на крипе нам Шар Касс-флам раскатывает, но идёт вперёд и развалится. То есть там макро такое, что просто имени-то пачком и лезут. Опять касс выход делал. 3-187, ну правильный тайминг выхода, но... Как вы думаете, чего не хватает у кассы в выходе? Маликов? Да нет, есть Гасты, есть. Танка 2, конечно, ну зачем они здесь? А вот чё не хватает-то, вот одна хрень эта летает. Что она вылечит-то тут одна, эта медивача макро? Ничего она не вылечит. Так, ультру по снайпершотил касс. И не слабо по снайпершотил. Но почему-то стоит и вперёд не двигается. Гасты в инвизии, ё-моё. Тут забегание собакопей. У-у-у, такая пачка. Надо всё вперёд брать кассу, иди вперёд уже. Все медлибераторы, Гасты, тут вообще такой армия, просто значительный пирог стоит вообще. Вот эта база новенькая, её если вынести и хорошо разменяться, чтобы юниты остались, сразу вынесет. Эту позицию занял и ГГ Зергу вообще. Офигеть, вот это макро у касса просто. Сколько раз разваливался. Потери, а вот сейчас Зергу, кстати, на снайпершотил, неплохо касс. Так, либераторы вложились. Нам шар вперёд пошёл, удалён. Гастырмится. Всё стоит на месте, зелёнка зашла, ё-моё. Всё, качка украла просто, Марик, отраспиливалась. Просто распиливать. С снайпершоты заходят, тут трансфюза есть. Гидра осталась, правда, одна. Восток тут очень много. Ну, нам шар... Ну, где трансфюза-то, нет трансфюза. Нам шар, короче, не снут вообще ни разу. Трансфюзы провальные абсолютно от нам шара. Абсолютно провальные трансфюзы. Ну, у касса тоже здесь, смотрите. Вот только когда одни королевы остались, начал трансфюзить. Ну, что ж ты делаешь там? Ну, у касса здесь остался лимит, конечно. У касса-то на першоте ещё оверсиров и сразу же уходит. Десять там Мариков, Гасты. Дома почему-то ничего нет? Почему? А, ну там 200 было только сейчас. Заказался, видимо, касс. У нам шара заказ больше. Ну, базы кончаются, кстати. Ещё один удачный бой для кассы нормальный. Ну, пять уже тысяч. А с касс плюс последние два боя подрался. Ещё один удачный бой и можно пытаться победить. Четыре либератора. Ну, сколько ж много лимитов в заказе у кассы. Это вообще жесть. Так, есть вайпера. Ой, есть импестеры. Идут вперёд. Микос. Ну, да, пошёл Микос. А Микос на помощь на апершот избивает. Вот великолепно. Ещё и Вижен Микос даёт, как вы понимаете. И всё тоже очень-очень неплохо. Инфесты террены выкидываются за либератора. Перед либератором начинают воздух. Они бомбить своими необычной этой атакой. Полез нам шар кассу на четвёртую. Здесь, ё-моё, здесь просто жесть какая-то. Гасты, планетарки и всякие там и т.д. И т.д. Инфестеры ушли. Да заказ нам шара по лимиту хоть близко к кассу стало. Вот сюда просто к кассу. Идти всеми сюда, точку сбора поставь ты сюда уже, ё-моё. Ведь как-то я давно-давно говорил кассу, ещё лотва не было. Что, блин, ты бывает, ну, давишь-давишь и не додавишь, что точка сбора не стоит. Касс, помню, ну, поначалу не стал, я потом смотрю, делает. Так, ну, то есть, как бы, и получалось у него. А потом пару игр проиграл, на ком-то загоня, опять перестал делать. Типа, ну, не очень это. Ну, так надо понимать, когда поставить конец. Нужно контроль в тылу, конечно, мульти-таск нужно. Так, ну ладно, не будем здесь байки травить, короче, ребят. Касс дай, 184-166 кассу, додавливает он шара. Либераторов заново надо разложить, вайперы падают, ультра падает. Либераторы заново раскладываются, ультралов не осталось. Вот, гасты давят, здесь ничего у нам шара не осталось такого реально сильного боевого. Ну, гасты, кстати, без энергии у кассов. Снайперит он либераторов, ой, этих инфесторов, простите. Либераторы назад разложены. Не хватает контроля сейчас переразложить после либераторов кассу, к сожалению. Вот сюда разложил бы их, да, все, два разложил, и все, и ничего не сделать будет. Один назад, один вперед, прирост. Вот сейчас-то вот что мешает точку сбора поставить? Ну, все же здания наверняка, да, 13 бараков. Вот 4 нажал, и райт-кликом сюда, все. Хотя бы с бараков сюда точку сбора поставил до кассы. Так, идет замес, бескомпромиссный такой ультрал. Пытается под либераторами его вынести, и все, ну, или королевы, кстати, трансфюзит. И ультрал тут почти вынес, но от кассы приходит из дома прирост. Ультралиски падают, но тут два новых вышло. Какое мясо вообще, а не игра здесь получилась. Ну, касса 150 на 100, хоть нам шар и отбился, но похоже здесь касс все-таки выиграет эту игру. Кстати, я думал, стандартно фугасы забыты. Нет, фугасы не забыты. Ультралиск падает. Здесь сверху что либератор влетел? 21 юнит он убил. Это что, все дроны были, что ли, ребят? Я, извиняюсь, я не заметил, не показаны потери по рабочим. Так бы я увидел бы, привыкли к потере показывать. Но геймкард мод не создали просто, к сожалению. Кролевы падают, все здесь падает, ультрал. И вперед под либераторами нормально им прилетает демеджа. Ну, приведи ты прирост-то, емае. И все стоит все равно здесь. Два юнита стоит, все стоит, все. Просто все стоит. Так, ВГ пишет нам шар. Ну, все, ребята, Касс наконец-то победил. Я не знаю, кто займет первое место. Кто по поинтам ОСС выше, тот и займет. Наверное, это нам шар будет. Может, Касс? Сейчас мы увидим это позже. Вы можете посмотреть все. Ну, а я с вами прощаюсь, ребят. Завтра увидимся в 13.00. Будет ОСС группа Дэсблайм. И в 17.00, по-моему, Варди Инвитейшнл. Там будет Касс и Хеллрейзер играть в группе В. Поздравляю, Касс, он точно вышел из группы. А вам спасибо за внимание, за поддержку. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok